Лето полностью вступило в свои права. Не только жаркой погодой, но и официально, по календарю. В солнечные дни самарцы и гости города любят проводить свободное время на пляжах. Подготовку самарских песков к упальному сезону, который стартует 10 июня, обсудили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Пока вода в Волге еще не опустилась до нормативных значений, на пляжах проводят уборку береговой линии. После чего приступят к водолазному обследованию дна у берега и установке малых архитектурных форм. Планируется провести завоз и планировку 11,5 тысяч тонн песка. К сожалению, с учетом требований Федерального агентства проеболовства, начало выгрузки и планировки песка возможно только после достижения уровня воды отметки 29 метров. То есть мы мониторим это ежедневно, подрядчик готов работать, но ждем. По традиции на всех девяти официальных городских пляжей будут работать спасательные посты. На двух участках, на Некрасовской и Полевой, будут оборудованы зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приводят в порядок и набережную. Уже высажено более 2000 квадратных метров многолетних цветов. Объекты потребительского рынка оформили в едином стиле. Проводится ежедневная уборка территорий. Уборка территорий проходит ежедневно. С утра производится мойка дорожек, то-то спецтехника, зато подбор мусора, очистка урн. Регулярно ведется покос газонов. Но лето – это не только отдых на пляже. Это и сезон повышенный пожароопасности из-за высокой температуры воздуха. В городе с 1 июня по 31 октября действует особый противопожарный режим. В это время запрещены различные действия, в том числе разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организации при усадебных, садовых и дачных участках. Глава Самары поручила профильному департаменту и главам районов проинформировать жителей о действующих ограничениях и правилах пожарной безопасности. Еще раз массово предупреждать жителей о возможности пожаров. Ну и главы внутригородских районов тоже обращаются через свои соцсети, тоже работайте с людьми, предупреждайте о очень серьезной опасности. Также в ходе совещания обсудили ход ремонта уличнодорожной сети. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по решению президента России Владимира Путина, будет отремонтировано 34 объекта протяженностью почти 44 километра. Сейчас подрядчик обновляет проезжую часть на улицах Елизарова, Куйбышева, Садовой. Дополнительно за счет средств местного бюджета планируется отремонтировать 19 объектов протяженностью более 18 километров. Глава Самары поручил департаменту городского хозяйства и экологии держать на контроле сроки ремонта дорог, а также осуществлять проверку качества работ на каждом этапе. По контрактам ремонт должен быть завершен до конца августа. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.